МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Операция ВСУ в Курской области на фоне усилившихся штурмов российской армии украинских городов в Донбассе. Специальный прокурор США Джек Смит изменил формулировку обвинительного заключения против Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. Задержанный в Париже основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. Также сегодня. Ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда их бомбит Россия. В противном случае оружие бесполезно. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался за снятие ограничений на применение переданного ВСУ западного оружия по российской территории. Из Донбасса продолжают поступать сообщения о продвижении российских войск на Покровском направлении. Оценки по поводу эффективности действий российской армии у независимых военных экспертов встречаются разные, но в целом они сходятся в том, что несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область России и попытки прорваться в соседнюю Белгородскую область, Владимир Путин сделал ставку на захват Покровска и отказывается перебрасывать значительное подкрепление в Курскую область с фронта в Донбассе. Выступивший в эфире радио Донбасс Реалии полковник запаса вооруженных сил Литвы военный эксперт Вайдотас Малиньенис, как и многие другие, отмечает, что успеха в Донбассе российские войска достигают прежде всего за счет применения мощных управляемых авиабомб. При этом такую же тактику при попытке вытеснить ВСУ из Курской области армия России, скорее всего, применять не сможет, иначе придется просто стирать с лица земли города и деревни, как это делается сейчас в Украине. И вот как Вайдотас Малиньенис объясняет участившиеся штурмы позиций ВСУ в Донбассе. Они обороты повышают, потому что зима уже подходит, да, и зима же бывает такая суровая, да, и проходимость техники и пехоты очень осложняется. Я думаю, что сейчас Россия понимает, что у нее осталось еще вот такой подходящей погоды для проведения боевых действий 10 где-то недель, да, может быть чуть-чуть больше, может меньше, это зависит от того, какие будут прогнозы, когда дожди начнутся и все такое. Так что они сейчас хотят, наверное, захватить столько, сколько может. И, конечно, мы видим, что самое главное наступление – это на Покровское направление. И число боеконтактов – это тоже показывает на всем Донбассском фронте. В среднем где-то сейчас последние дни были там 140-150 столкновений. Так это показывает, что Покровское направление им очень важно. И, конечно, надо это учитывать. И я думаю, что украинский генеральный штаб, если у него план «Б», и они думают, что надо будет делать. Асимметрия появилась у России тогда, когда они начали использовать эти управляемые мощные бомбы, которые имеют тротила там до полтора тонны. И поэтому в Украине сложно организовать эшелонированную оборону, поскольку с этими снарядами они вышибают не только города или там дома, кварталы. Эти снаряды очень эффективны тоже против защищающих укреплений. И вот эта асимметрия, она появилась поэтому. А Запад не дает разрешения бить по аэродромам, по другим военным объектам, которые находятся в глубине России. И вот из-за этого, если бы у вас была бы такая возможность, сейчас я знаю, что украинский генеральный штаб обозначил где-то 250 военных или критических объектов, которых можно достичь атакам сами, я думаю, что это бы намного облегчило оборону. Так что это, да, конечно, ситуация нехорошая, но сумели в России взять территорию. И там они не могут использовать управляемых бомб, потому что эти бомбы, они могут бить только по стационарным целям, объектам, защитным фортификациям, укрепленным штабам. А по мобильным войскам, которые организуют маневренную войну, им это невозможно. Вот поэтому этот успех, я думаю, очень был хороший. И это, конечно, компенсирует. Конечно, надо тоже смотреть, что можно сделать в Покровском направлении, поскольку уже и люди должны эвакуироваться. Это, конечно, очень плохо и очень сложно покидать свои дома, даже выразиться трудно. Но я думаю, что это война и ничего нельзя сделать. Я надеюсь, что делегация поедет в Соединенные Штаты, да, они привезут список объектов, которые военные цели в российской территории и попросят еще раз разрешение бить по им. Ну и плюс еще Великобритания тоже предлагает и ждет у Соединенных Штатов подтверждения, чтобы они могли тоже разрешить бить с их ракетами. А это разрешение им нужно, поскольку там есть некоторые части, которые изготовляются в Соединенных Штатах. И по договорам они должны соглашаться это все. Я этого списка не видел, этих объектов, но как военные запасы, я знаю, что военные объекты это склады, да, боеприпасы. И не только боеприпасы, и может быть экипировки, техники, ремонтные базы, какие-то штабы. Конечно, аэродроны все, поскольку если вы не бьете по им, они их пользуют, да, им тогда логистические эти расстояния уменьшаются. Наверное, какие-то узлы железнодорожные, по которым они движут все военное имущество. Ну и, конечно, базы нефти, горюче-смазочные материалы. Вот это все, вся эта логистика, которая кормит военную машину, да. Вот если парализовать это логистическое движение в радиусе, то, что может сделать атакам, это, конечно, измерит картину сразу же. Но пока этого нету, вот поэтому так и получается, что они научились, и эта проблема началась тогда, когда они начали использовать эти мощные бомбы авиационные. В Курском направлении вы же завоевали больше за 4 недели, чем они завоевали за этот год, в Донбассском направлении, а в Покровском, и вот там, где сейчас происходят бои. Это, конечно, это очень значительно. И вы показали очень высокое мастерство. Это взаимодействие между войсками. И это была очень хорошо продуманная и очень хорошо исполненная операция. И Россия уже понимает, что им обратно взять эти земли так не получится легко, да. Имея Курскую область, да еще и в Белгородскую область, будет козер, с кем вы можете играть. Но посмотрим. И, конечно, Путин. Путин тоже получает очень великое давление, да. И даже из-за этих самих зэп-патриотов. Потому что они там считают, что Путин царь не настоящий. Он не может защитить территории России. И они очень озлоблены. И Путин, как и раньше с Гиркиным или с Пригожиным, сейчас имеет тоже новые проблемы с зэп-патриотами. Так что давление у него большое. Я думаю, что он не очень не знает, что надо делать. Он что делает, он только говорит, что это ничего страшного. Он не обращает внимания. Но он все равно будет принужден обратить внимание. И это будет очень тяжело для него. Это был литовский военный эксперт Вайдотас Малиниени с фрагмента его интервью радио Донбасс Реалии. Вопрос о снятии запрета на применение западного оружия сейчас, безусловно, ключевой для положения на фронте. Эксперты строят предположение, решится ли Кремль на такой шаг, как применение тактического ядерного оружия в случае, если запрет будет снят. А вот что заявил вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну, это шантаж. Это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации. Но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации. Запад, по-русски говоря, нарывается. Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ну, а украинские дипломаты, по поручению президента страны Владимира Зеленского, ведут сейчас активную работу, убеждая западных партнеров снять ограничения на применение переданного вооруженным силам Украины оружия. Нидерланды, в частности, заявили сегодня, что не накладывают никаких ограничений на применение переданных Украине истребителей Ф-16. После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель тоже поддержал отмену запрета на удары западным оружием в глубине российской территории. Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме. И ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда их бомбит Россия. В противном случае оружие бесполезно. Это был глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Тем временем в России задержан еще один бывший министр обороны. На этот раз генерал армии Павел Попов. Он подозревается в мошенничестве. В Министерство обороны Попов перешел из МЧС вслед за Сергеем Шойгу, ну а пост заместителя министра занимал до июня нынешнего года. По версии следствия, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. Они оба были задержаны еще в начале августа. Чистки в Министерстве обороны России начались вместе с приходом на должность главы этого ведомства Андрея Белоусова, Шойгу, как известно, заменившего. Так что просто напомню, что обозреватель Радио Свобода Максим Блант говорил в начале августа по поводу ареста Ахмедова и Шестерова, тем более, что и в деле Попова фигурирует парк «Патриот». Когда пришел Белоусов, стало очевидно, что этот человек не про воровство, не про коррупцию, а он идейный. Соответственно, он сейчас избавляется от людей, которые ассоциируются с прежним руководством Министерства обороны. Белоусов всю эту шарашкину контору разгоняет, посадит своих. Но поскольку система по определению устроена так, что без коррупции там сложно обойтись, она сама создает впитательную среду для этой коррупции огромные деньги и отсутствие гражданского контроля общественного. Ну, соответственно, через некоторое время там все будет то же самое. Поэтому такому идейному деятелю, как Белоусов, ничего не останется, как проводить регулярные чистки. И мы таким образом возвращаемся к практике конца 20-х, начала 40-х годов, когда регулярно всю эту шарашкину контору разгоняли, нанимали новую. Ну, вот, соответственно, то же самое сейчас будет не в ГПУ и НКВД, а в Министерство обороны. Вот эта вся команда Шойгу, она деморализована, и каждый ждет просто звонка в дверь. Ну, я искренне сочувствую людям, которые жили в одной системе, они встроились в эту систему. А сейчас оказывается, что эта система была неправильная, и вот их по одному выдергивают и сажают. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Международным новостям. Специальный прокурор США Джек Смит представил вчера новый вариант обвинительного заключения против бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по делу о попытке фальсификации результатов президентских выборов 2020 года. Напомню, что 1 июля Верховный суд США в Вашингтоне постановил, что Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом от уголовного преследования за действия, которые он совершал в рамках его президентских конституционных полномочий. В решении Верховного суда также говорится, что иммунитетом от преследования за поступки, совершенные в качестве частного лица Трамп не обладает. С подробностями корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комодовский. Пересмотренное обвинительное заключение содержит те же четыре пункта обвинения, которые прокуроры выдвигали против бывшего президента в прошлом году, но теперь акцент здесь делается на роли Трампа как кандидата в президенты, который стремился к переизбранию, а не как действующего на тот момент президента Соединенных Штатов. Я напомню, 1 июля Верховный суд постановил, что у Трампа есть иммунитет уголовного преследования за действия, которые входили в его конституционные полномочия как президента. Ожидается, что окружной судья США в Вашингтоне Таня Чуткан примет решение о ближайшей неделе относительно того, какие аспекты этого дела должны быть отклонены, а какие должны быть составлены на основании вот этого решения Верховного суда об иммунитете. Сам Дональд Трамп в заявлении на своей платформе «Энтро Сошел» сказал, что решение Верховного суда об иммунитете должно было привести к отклонению всего дела целиком, заявив, цитата, что спецпрокурор Смит переписал точно такое же дело, пытаясь обойти решение Верховного суда, конец цитаты. Бывший президент не признал себя виновным по первоначальным обвинениям, заявив, что это дело и другие, с которыми он сталкивается, являются политическими, политически мотивированными и направлены на то, чтобы помешать ему вернуться к власти. Это обвинительное заключение, как и первоначально, обвиняет Трампа в заговоре с целью блокировать сертификацию или утверждение итогов выборов 6 января 2021 года в Конгрессе США. Оно сохраняет обвинение в том, что Трамп оказывал давление на тогдашнего вице-президента Мака Пенса, чтобы тот использовал свою роль, свои полномочия, как председателя в рамках сертификационной комиссии для отклонения результатов голосования выборщиков от ключевых штатов, которых Трамп как раз проиграл. ФБР оценивает, что от 2000 до 2500 человек проникли в здание Капитолия 6 января, некоторые из них совершали акты вандализма и мародерства, в том числе в офисах спикера Палаты представителей на тот момент Нэнти Пелоси и других законодателей. Бунтовщики также нападали на полицейских и на журналистов. Мы это видели все своими глазами. На выдвинутые против Трампа обвинения отреагировал его напарник по нынешней гонке Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенте США от республиканской партии. Вот что он заявил. Похоже, Джек Смит продолжает заниматься тем, чем он занимался раньше. Подавать эти абсурдные иски, чтобы повлиять на выборы. То, что я увидел и что мне показалось просто классическим примером попытки прикрыть очевидное, это то, что Верховный суд отклонил его иск, потому что он затрагивал официальные действия президента, которые, конечно, защищены иммунитетом. И все же Джек Смит попытался определить роль Майка Пенса не как вице-президента, а как кандидата в вице-президенты на выборах. Как будто изменение этих слов в обвинительном заключении может как-то нивелировать тот факт, что Майк Пенс все еще был на тот момент действующим вице-президентом. В таком случае это по-прежнему напрямую затрагивает официальные действия президента. Поэтому не думаю, что это что-то меняет с юридической точки зрения. Это было сообщение корреспондента «Голос Америки» в Белом доме Михаила Комодовского. Время свободы. Задержанный в парижском аэропорту Лебурже в ночь на воскресенье основатель мессенджера «Телеграмм» Павел Дуров вчера поздно вечером был освобожден из-под стражи. В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что предварительное расследование во Франции по делу против Дурова было начато еще в феврале этого года, то есть раньше, чем об этом стало официально известно. Причиной возбуждения дела стало почти полное отсутствие ответов Дурова и его кампании на судебные запросы, отмечается в заявлении прокуратуры. Моя собеседница – журналист из Франции Наталья Маршалкович. На каких условиях вчера Павел Дуров был отпущен из-под стражи? Ну, прежде всего, это внесение залога в 5 миллионов евро. Его внесли, в этот момент его освободили, но освободили его под так называемый судебный контроль. Это значит, что дважды в неделю он должен являться по месту жительства в комиссариат и отмечаться. Где у него место жительства неизвестно, ну, так сказать, логика подсказывает, что, скорее всего, он останется в Париже. Потому что это неизвестно, сколько прав лицу. То есть это будет лиц только, сколько будет эти расследования, переговоры с Дуровом. Также это означает, что он в любой момент может сделать заявление, но его в любой момент могут вызвать на допрос. Ну, и это не означает, что у него арестом на счета или что-то в этом роде. Он, естественно, имеет право общаться с адвокатами, платить адвокатам, и все это будет происходить так. Но он при этом не имеет права покидать территорию Франции. Понятно, что человек с состоянием в 15 миллиардов долларов теоретически может это сделать. Но в таком случае, я думаю, что его ждут разные неприятности в виде уже международного преследования со страны Франции и тому подобные вещи. А как-то прояснился его статус? Я помню, в прошлый раз мы говорили о том, что обвинения ему пока не предъявлены. Ну, по всей видимости, теперь оно предъявлено. Но мы по-прежнему не знаем, какие из этих 12 пунктов предъявлены лично ему. Потому что вчера, например, появилась информация журнала «Политику», что ордер также выписан на его брата Николая, Николая Дурова, со-основателя Телеграма. И как-то прокуратура Франции старается минимизировать информацию по этому вопросу. По всей видимости, идут переговоры. Но единственное, что можно сказать, что если следовать тому списку обвинений, которые предъявлены в рамках этого расследования, напомню, неустановление, установленной группе лиц, то есть мы не знаем, на самом деле, кому, кроме Дурова, то по самым тяжелым из них это соучастие в создании организованной преступной группы. Там максимум 10 лет и 750 тысяч евро штрафа. По другим пунктам, по отмыванию денег, тоже 10 лет. И во Франции приговоры не суммируются. Все равно много, но не 20 лет. А сам Дуров делал какие-то заявления после того, как его освободили? Ну, он тоже, как и французская юстиция, старается, называть, не болтать. Его адвокаты, естественно, делают заявление. В частности, его адвокат Давид Оливер Каминьки сказал, что это полный абсурд предъявлять подобное обвинение в социальной сети и обвинять причастность к криминалу. Но, естественно, это адвокат. Он должен что-то говорить и все такое. Но я хочу заметить, что при этом пока Франция продолжает расследование. И, в общем, эксперты очень, как-то, знаете, не уверенно говорят о том, сколько это может пролиться. Ну, в принципе, процесс может идти долго. Но он довольно-таки беспрецедентный. Потому что все-таки обвинение владельцу онлайн-платформы еще пока не предъявляли. Вот так вот, по-серьезному. Поэтому сколько это все будет длиться, совершенно непонятно. Но одновременно, по всей видимости, расследование начинает Еврокомиссия. Во всяком случае, такая информация появилась вчера в Financial Types. И это касается уже Телеграма как платформы. Еврокомиссия считает, что Телеграм сознательно занижал количество пользователей в Евросоюзе. А в ЕС существует закон о так называемых очень крупных онлайн-платформах, у которых больше 45 миллионов пользователей в ЕС. У них другие совершенно требования по сотрудничеству обмену данными, сотрудничеству с правоохранительными органами, модерации контента, аудита и все такое. То есть, если Еврокомиссия удастся доказать, что Телеграм занижал количество пользователей в ЕС, то тогда это будет вторая серия уже на уровне Евросоюза. И уже против не Дурова, а платформы. Моей собеседницей была журналист из Франции Наталья Маршалкович о том, что Павел Дуров многократно посещал Россию уже после его заявления о том, что он не будет туда приезжать из-за давления российских силовиков, фактически отобравших у него созданную им социальную сеть ВКонтакте, стало известно из-за утечки в интернет базы данных о пересечениях гражданами России российской границы. Эта база данных позже была удалена. После задержания Дурова представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Францию в нарушении свободы слова, бывший президент России Дмитрий Медведев, чей телеграм-канал печально известен на весь мир, написал, что, цитата, для наших общих теперь врагов он русский и потому непредсказуемый и опасный. Ну а певец-шаман, уже не один год исполняющий песню «Я русский», почему-то назвав Дурова Пашей, позвал его вернуться в Россию. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. Откровенно говоря, холодом каким-то веет от такого предложения певца-шамана вернуться. Но вернемся к сути дела. Что выделяет телеграм среди других мессенджеров и социальных сетей? Ведь есть же и Фейсбук, и Ватсап, и Сигнал, и другие очень популярные в мире платформы, имеющие сотни миллионов, а то и миллиарды активных пользователей. Вот как на этот вопрос отвечает главный редактор расследовательского проекта «Радио Свобода и телеканала «Настоящее время. Система» Андрей Сошников. Во-первых, телеграм – это не только мессенджер или социальная сеть или медиаплатформа, это еще и файлохранилища. Можно загружать туда файлы очень большого размера, несколько гигабайтов. И это позволяет очень быстро публиковать любой контент и привлекать любую аудиторию. При этом мессенджер зашифрованный, хотя это не оконечное шифрование, не самая совершенная форма шифрования. Но спецслужбы не могут эти файлы проанализировать после того, как они опубликованы или до того, как они опубликованы. И модерации нет никакой. Вы можете загрузить что угодно, какого угодно размера и привлечь какую угодно аудиторию к этому. Конечно, этим пользуются как злоумышленники, так и диссиденты. Как люди, которые творят добро обществу, так и люди, которые этим злоупотребляют. И это делает телеграм действительно уникальной площадкой, потому что просто очень удобно, обходя любые алгоритмы, обходя любую премодерацию, собирать аудиторию под ваш контент. Публичные компании, мессенджеры, соцсети, сервисы публикуют так называемые отчеты прозрачности. Это документы ежемесячные или ежегодные, в которых говорится, мы получили от властей такой-то страны такое количество запросов по таким темам, удовлетворили их или не удовлетворили. Если не удовлетворили, то почему? Телеграмм этого не делает, хотя даже есть внутри мессенджера функционал, чтобы скачивать эти отчеты о прозрачности, но самих отчетов нет. Во многих странах они обязательны, если компания в Соединенных Штатах зарегистрирована, нанимает там работников, у нее многомиллионная аудитория, она обязана публиковать отчеты о прозрачности. Многие сервисы просто это делают, потому что это стандарт индустрии. Телеграмм этого не делает, и в этом он на самом деле уникален. Даже разные пиратские сервисы или некоммерческие, или совсем нишевые, маленькие сообщают об этом пользователям. Вот сколько раз Роскомнадзор обратился Павлу Дурову в прошлом году? Мы просто не знаем этой информации. Сколько запросов Павел Дуров удовлетворил, мы тоже не знаем. Я видел Павла Дурова в 2015 году в Санкт-Петербурге. Он не скрывался, собственно, шел по Невскому проспекту. Его как знаменитость все узнавали. Хотя в интервью изданию TechCrunch в 2014 году он говорил, что не собирается возвращаться в Россию. И в интервью Такеру Карлсону недавнем он говорил тоже, что не посещает крупные геополитические державы, что бы это ни значило. Но мы понимаем, что до полномасштабного вторжения в Украину, в России не было настолько репрессивное законодательство. Если официально Дуров не был в розыск, ему не были предъявлены какие-то обвинения, то он, конечно, мог возвращаться в Россию. Его соцсети, ну, вы сами знаете, чем знамениты. Не отчетами о его бизнес-деятельности, а всякими фотографиями. Все эти сервисы, они на самом деле обладают большой властью. Это такие империи, олигополии, часто даже монополии по размещению контента. И если они, например, не публикуют отчеты о прозрачности, то государство говорит, извините, мы не знаем, как вы работаете, давайте вы публике будете сообщать о том, кто ваши спонсоры, как вы взаимодействуете с разными органами власти. Это вопрос регуляции, конкретно юрисдикции, которую выбирает платформа. Но, судя по всему, будущее сведется к тому, что платформы будут решать эти вопросы глобально, потому что нельзя просто, как Павел Дуров, зарегистрировать компанию в Объединенных Арабских Эмиратах и считать, что никакие другие страны не будут предъявлять ей претензии. Национальные правительства, судя по всему, не справляются с этой задачей, по крайней мере, глобально. Существует два главных магазина, где мы скачиваем приложения. Магазин Google и магазин Apple. И все они, конечно, наднациональные. Если Google и Apple хотят вести в разных регионах мира бизнес, то он несет ответственность и за приложения, которые люди скачивают. Дуров, кстати, говорил, что он удалил бот умного голосования Навального, потому что на этом настояло не российское правительство, а как раз те самые Google и Apple. Это пример того, как на наднациональном уровне контролируют работу вот таких корпораций. Мнение главного редактора расследовательского проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система» Андрея Сошникова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин-Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова